В информационной студии телеканала «Север» Иван Никонов. Здравствуйте! Я и мои коллеги расскажем вам о самых главных событиях этого дня. 31 декабря в Ненинском округе официально объявлен выходным днём. Соответствующее распоряжение подписал губернатор округа Александр Цибульский. В Ненинском округе отметили 30-летний юбилей Ассоциации ЕСАВЭЙ. Ассоциация Ненинского народа ЕСАВЭЙ представляет интересы коренных младшистых народов Севера с 1989 года. ЕСАВЭЙ в переводе с ненинского языка – проводник, знающий местность. 65 комплектов лыжного инвентаря закупили для учеников школы имени Пырерки. Это стало возможным благодаря компании «Лукойл». Проект реализован в рамках соглашения о сотрудничестве с администрацией Ненинского округа. В Ненинском округе прошел муниципальный этап региональной олимпиады по ненинскому языку. В знаниях по родному языку соревновались 67 победителей школьного этапа. Об этом и многом другом расскажем в ближайшие 20 минут. Губернатор Ненинского округа Александр Цибульский подписал распоряжение о переносе выходного дня в 2019 году. Документам губернатор рекомендовал государственным органам Ненинского округа, органам местного самоуправления, муниципальных образований, организациям, находящимся в собственности округа и в собственности муниципальных образований, перенести выходной день с субботы 28 декабря на вторник 31 декабря. Как сообщили в аппарате администрации Ненинского округа, распоряжение вступило в силу с момента его подписания. До Нового года осталось чуть больше двух недель. Готовность оперативных служб, органов государственной власти и муниципальных образований округа к проведению предстоящих праздников обсудили на заседании комиссии администрации Ненинского округа по предупреждению о ликвидации чрезвычайных ситуаций. Оно прошло под председательством вице-губернатора Сергея Боенко. С 18 декабря по 9 января Департаментом здравоохранения, труда и соцзащиты Ненинского округа организовано круглосуточное дежурство руководящего состава и подведомственных медицинских организаций. В Департаменте строительства ЖКХ энергетики и транспорта Ненинского округа сформируют график дежурств руководителей, ответственных за работу жилищно-коммунального сектора. В настоящее время надзорным ведомством проводится проверка учреждений, задействованных в проведении праздничных мероприятий. Предполагается, что участниками проводимых там новогодних торжеств для молодежи, школьников и людей высокого возраста станут порядка 9 тысяч человек. В период подготовки и проведения культурно-массовых мероприятий в январе личный состав силовых структур переведут на усиленный режим несения службы. Предполагается задействовать порядка 140 человек и 66 единиц техники. В Ненинском округе прошел муниципальный этап региональной олимпиады по ненинскому языку. В знаниях по родному языку соревновались 67 победителей школьного этапа. Подробности в материале моей коллегии Александра Литковой. Восьмая ежегодная олимпиада по ненинскому языку стартовала в октябре. В школьном этапе приняли участие 117 человек. Среди них шестиклассница ненинской школы-интерната Марина Канева. Она участвует в олимпиаде в третий раз. Пока дойти до финала ей не удавалось. Но, как признается Марина, главное для нее проверить свои знания и получить новые. У меня низкий язык. На нем довольно мало людей говорят. И это мой родной язык. Я считаю, что его просто изучать, потому что все его понимают. И мне легко. В муниципальный этап из 117 учащихся окружных школ прошли 67 человек. Интеллектуальные состязания данного этапа включают задания на знания лексики и грамматики ненинского языка. Муниципальный этап у нас в основном такой творческий. Здесь мы сосредоточили устную и письменную речь. Не случайно тут у нас и видеофайлы будут нам посланы для... Ну, как в качестве этого задания. Письменная речь, мини-сочинение. А затем на третий этап у нас уже идут тестовые задания. Различные задания будут и по чтению. Следующим этапом станет региональный. Он пройдет в Наринмаре в феврале следующего года. Победитель отправится на межрегиональную олимпиаду по краеведению и языкам народов Крайнего Севера в Салихард. Александр Литкова, Владислав Носкин, Телеканал Север. Жителям округа будет предоставляться льгота по оплате услуг в области обращения с твердыми коммунальными отходами. Соответствующий законопроект парламентарии региона рассмотрели на заседании комиссии по экономической политике и бюджету. Проект разработан в связи с переходом с 1 января 2020 года на новую общероссийскую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. Как отметила в начале обсуждения председатель комиссии Наталья Кордакова, в последнее время в стране накоплен большой экологический ущерб. Ежегодно добавляется порядка 70 миллионов тонн, увеличиваются площади свалок. Для решения этих проблем в стране с 2019 года стартовала мусорная реформа, которая вызвала во многих регионах общественный резонанс. Для того, чтобы у нас не было никаких проблем с данной реформой, мы сегодня обсуждаем непосредственно по уплате услуг в области обращения с твердыми бытовыми для установленных льгот и для физических лиц. А затем мы будем также работать по юридическим лицам, чтобы не было никакого негатива на нашей территории. Как отметил руководитель управления по государственному регулированию цен тарифов Неницкого округа Сергей Андреянов, установление регулируемого льготного тарифа вызвано необходимостью ограничить рост расходов населения на жилищно-коммунальные расходы, в первую очередь в сельских населенных пунктах. Для жителей городской агломерации примерная плата за услуги по обращению с ТКО с учетом льготного тарифа составит около 140 рублей в месяц на каждого зарегистрированного в жилом помещении человека. Для сельских жителей 61 рубль, пояснил Сергей Андреянов. Что касается уровня соседей, к примеру, Комет в МКД это порядка 120 рублей, село 52, Ямал 150, многоквартирные дома, Мурманск 130, Архангельская область, так же, как и мы, только планируют переход. Верхняя планка там порядка 150, ожидание от тарифов по регулятору около 140 рублей для многоквартирных домов. Принятие законопроекта потребует дополнительных затрат из окружного бюджета в 2020 году для предоставления субсидий юридическим лицам в целях возмещения недополученных доходов в размере 206,8 миллионов рублей. В ходе обсуждения депутаты высказали ряд предложений. К примеру, Валерия Стопчук и Татьяна Федорова говорили о необходимости внедрения раздельного сбора мусора, а также принятие мер стимулирования граждан на такой сбор. А я бы хотела стимулировать сдачу отходов, вот таких, первый, второй, третий класс опасности. Ну, повторюсь, значит, это люминесцентные лапы сдали, мы его компенсировали. Батареи, которые бытовые применяются, сдали, мы его компенсировали. Шины, как и у нас валяются по всей, сдали, его компенсировали. А дальше муниципалитетам поставили задачу прессовать и бумагу еще не забудьте. Бумагу, может быть, тоже не стоит нам с вами вывозить, отдать поручение, которое нужно уплотнеть и вывозить. Вот тогда было бы у нас с вами порядок, на мой взгляд. Отмечу, что вопрос о снижении расходов организации и предпринимателей по оплате услуг по обращению с ТКО будет рассмотрен на отдельном заседании. Кроме того, 18 декабря состоится круглый стол с привлечением юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории округа. Ирина Никешина, Владислав Носкин, телеканал «Север». 65 комплектов лыжного инвентаря закупили для учеников школы имени Пырерки. Станок, палки, ботинки и лыжи фирм «Фишер» и «Киса» поступили еще в конце ноября. Инвентарь закупили на средства компании «Лукойл» в рамках соглашения о сотрудничестве с администрацией Ненинского округа. Богдан Чупров приехал в город Исчижи. Юноша учился вначале в родном селе, а потом переехал в НЕС, где и полюбил лыжный спорт. Богдан участвовал во всех соревнованиях и всегда занимал призовые места. Учился с пятого по девятый класс в НЕСИ. Там и занимался. Там у меня были свои лыжи. Комплект покупал за свои деньги. Сюда приехал тут. Нам лыжи как бы уже выдали хорошего качества, хорошей марки. Лыжи прекрасные. Прокатился кружок. Очень понравилось. Спортсменка Ольга Терентьева в родном селе занимала первые места на соревнованиях по лыжам. Любовь к спорту привил дочке отец. Ольга признается, благодаря новым лыжам будет легче готовиться к соревнованиям. Они мне очень понравились. Они удобные. Очень хорошее скольжение. И как хорошо на них набирает скорость. Приобретение нового спортивного инвентаря для секции лыжной подготовки обусловлено специальными особенностями учащихся школы. Практически половина детей приехала из населенных пунктов округа. И на время учебы проживает в пришкольном интернате. Делали заявочку. Нам выделили денежки. И мы приобрели лыжи и ботиночки фирмы «Фишер». Лыжи «Фишер» и «Тисов» взяли. Которые более-менее современные лыжи. Они и легче, и практичнее детям. На них уже ему искажение лучше у них. И детям нравится. Чем вот эти моторы, которые бегают для наших детей раньше. Они тяжелые лыжи, во-первых. И всем параметрам. А сейчас, в принципе, будем стараться готовиться к соревнованиям, к северному сиянию. Помощь в приобретении комплектов оказали нефтяники. Лыжи и другой инвентарь закупили на средства компании «Лукойл». В рамках соглашения о сотрудничестве с администрацией Ненецкого округа. Наталья Кислякова, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». В Моноринмаре состоялись торжества, посвященные 30-летнему юбилею Ассоциации ненецкого народа «Ясавой». По Дворце культуры Арктика собрались все причастные к созданию и развитию Ассоциации коренных народов «Севера». Ассоциация ненецкого народа «Ясавей» представляет интересы коренных малочисленных народов Ненецкого округа с 1989 года. «Ясавей» в переводе с ненецкого языка означает «проводник, знающий местность». Основными задачами Ассоциации является работа над решением проблем социально-экономической жизни ненецкого народа и содействие росту его национального самосознания, сохранение культуры и традиционного образа жизни, а также укрепление связи между ненцами из соседних регионов, развитие межнациональных отношений с другими малочисленными народами «Севера» и поиск общих интересов в экономике, культуре и искусстве. Президент Ассоциации «Ясавей» Юрий Хатанзейский поздравил присутствующих с праздником. С приветственными словами к собравшимся обратился председатель старейшин Петр Литков. Он пожелал Ассоциаций дальнейшего процветания и развития. Посредством видеообращения к поздравлениям присоединился президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Григорий Литков. Журналист, вице-президент Ассоциации «Ясавей» по культуре, языку и образованию Ирина Ханзерова провела экскурсию в историю Ассоциации. В концертной части выступили творческие ненецкие коллективы. Стали известны результаты итогового сочинения, которое писали одиннадцатиклассники из Ненецкого округа. Сочинение является обязательным, и его успешное написание считается допуском к единому государственному экзамену. Большинство школьников в нашем регионе с испытанием справились. Итоговый диктант писали 242 одиннадцатиклассника, а 12 человек не явились на сочинение по уважительной причине. По результатам проверки итоговых сочинений, 18 школьников получили незачет. У них будет возможность пройти испытание еще раз, 5 февраля. Если по объективной причине выпускник не сможет присутствовать на повторной сдаче экзамена, или во второй раз получит неудовлетворительную оценку, ему будет предоставлена последняя возможность написать сочинение 6 мая 2020 года. Задача итогового сочинения – выявить уровень речевой культуры выпускника, его начитанность, личностную зрелость, умение рассуждать с опорой на литературный материал по избранной теме. Для школьников творческая работа является допуском к государственной итоговой аттестации, а для выпускников прошлых лет и обучающихся в средних профессиональных образовательных организациях возможность набрать дополнительные баллы при поступлении в высшее учебное заведение. Итоговое сочинение в случае предоставления его при приеме на обучение в высшее учебное заведение действительно в течение 4 лет. Если выпускник прошлых лет решил переписать сочинение, то при поступлении в ВУЗ он сможет представить работу только текущего года, а сочинение прошлого года аннулируется. Во вторник, 17 декабря, в Наринмаре пройдет пятый слет добровольцев. В рамках ежегодного итогового добровольческого мероприятия состоится церемония награждения победителей конкурса «Доброволец НАО» и награждения благодарственными письмами активных добровольцев и волонтерских объединений, внесших существенный вклад в развитие добровольчества на территории округа в 2019 году. Участниками пятого слета добровольцев Ненинского округа станут порядка 100 представителей общественных, волонтерских и некоммерческих организаций. Слет добровольцев пройдет в рамках регионального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование». В развлекательной части мероприятия участников и гостей слета ожидает выступление творческих коллективов, конкурсы и лотереи. На сегодняшний день в Ненинском округе срегистрировано более 40 волонтерских организаций, постоянно действующих добровольцев в Ненинском округе более 1000 человек. Всего с начала 2019 года на территории Ненинского округа было проведено более 500 мероприятий и акций, в которых было задействовано более 3000 человек. Деревня Макарова и ее жители отметили в эти выходные юбилейную дату – 340 лет со дня основания. Поздравить макаровчан приехали гости из окружной столицы, представители собрания депутатов Ненинского округа, Совета Заполярного района и городского депутатского корпуса. Деревня Макарова расположена на левом берегу Большой Печоры, в 7 километрах от Наринмара, на месте промысловой жиры на берегу Приозерского острова. В 1679 году в этих местах поселился пустозерец Ивашка Васильев, сына Макарова, с семьей. В дореволюционной России в деревне насчитывалось более 10 дворов и 40 жителей, главными занятиями которых были рыболовство, охота, содержание коров и овец. Макарова и сегодня всего лишь небольшая деревня, входящая в состав телевисочного сельсовета. Но без таких малых деревень и любви к своей малой родине трудно представить Россию. На карте Макарова это маленькая точка из сотни тысяч населенных пунктов нашей страны. Для нас это дорогой сердцу уголок, где, как и прежде, одной большой и дружной семьей живут преданные своей территории люди, которые чтят свою историю, культуру и традиции своих предков. В день празднования юбилея представители Совета ветеранов войны и труда Ненецкого округа – гости торжественных мероприятий. Жители деревни почтили память макаровчан, погибших на фронтах Великой Отечественной войны. Все меньше ветеранов остается в строю. Сегодня в Макарово проживают два труженика тыла и семь детей войны. Пока передается из поколения в поколение именно основы нашей жизни здесь, Макарова будет жить. И пока вот эта ниточка не прервется, мы будем с уверенностью сюда приезжать, поздравлять и со следующим юбилеем. И деревня будет жить. В торжественной обстановке в этот день на здании Деревенского дома культуры была также открыта мемориальная доска земляку Виктору Кислякову, человеку, посвятившему жизнь культуре родного края, художественному руководителю, автору и исполнителю песен. А творчеством деревни Макарова славится. Ни один праздничный концерт не обходится без макаровских творческих коллективов. В ходе торжественного вечера двум жителям деревники – Надю Астальцеву и Галине Чупровой – были вручены юбилейные медали к 90-летию Ненецкого округа. Заслужен труженикам и ветеранам почетной грамоты и благодарности от Заполярного района и Окружного собрания депутатов. И к этому часу все новости. Далее смотрите прогноз погоды.